Дорогие друзья, Фрост Куренко и Пастер Тайм пришли, потому что уже прошло больше половины игр за сегодняшний день. И сейчас у нас будет партия между бразильцами, для которых уже все кончено. Прям так вот и звучит. И будут они играть против команды Слоников. Мега одержала победу над ними, хотя это была самая близкая игра Бразилии к победе. Они лидировали до 25 минуты на 4000 и шли в сноубол партию. И вот тот самый Азир, которого я вам как раз и рассказывал сегодня, что это очень сильная комбинация, в этой партии сделал такий камбэк для команды Мега. И они одержали тогда победу. Ну а сейчас посмотрим, смогут ли бразильцы расстроить Слоников, учитывая, что у Слоников тоже сейчас настроение не самое интересное. Они проиграли японцам и лишились всех шансов занять первую позицию в этой группе. И представьте, особенно как обидно должно быть им. Ладно, там бразильцы, они уже привыкли. Третий год там чуть ли не... Ну ладно, второй год подряд получается. Все фанаты начинают от них отказываться, потому что все переходят в другие игры и просто считают, что у них там киберспорт Лиги Легенд начинает умирать. Ну вот Юго-Восточную Азию была поставлена как пул-один команда в этой группе. То есть номинально их повесили выше всех. Они должны были быть командой номер один. Они не то, что не номер один. Они ниже Японии и ниже, конечно же, СНГ. Ты в хорошем настроении в этот прекрасный солнечный день. О, да, он очень солнечный. У нас здесь вообще с утра, я говорил, был мороз и гром. И день чудесный. Ну и типа того дальше. Какие там стишки. Что там в стишках дальше было сказано. Так вот, мы ждем начало этой партии. Не закончилась еще серия для команды Vega Squadron. Все еще надо играть до конца, потому что у них две игры. Одна игра будет очень сложная и крайне важная. Это игра против Японии. И потом вроде как проходная игра, ну в зависимости от результата против Японии, может стать и не проходной игрой, а очень напряжной. Та игра против команды Mega. Особенно если команда Mega сейчас одержит победу. Им захочется всем доказать, знаете, как говорится, хлопнуть дверью. А в Латвии часто на русском говорят. Ну да, у нас официальные данные гласят, что у нас 38% населения русских. Не русскоговорящих, а русских. А русскоговорящих это нет официальных данных. Но я думаю, люди, которые понимают русский, здесь в районе 70%. Которые понимают русский. Ну и латышский тоже понимают. То есть как бы. У нас все русские, они на латышском говорят. Так что. Спасибо большое за стрим. Смотрю тебя большой компанией. А, подождите. Смотрю тебя большой компанией. Привет из Литвы. Какая компания? Никита, давай, колись. Mega, они DFM. Не, у них две игры будет. Давайте еще раз для, как говорится, всех. Кстати, надо принести извинения. Ребят, я вам дал ложную инфу. Точнее, мне дали ложную инфу. И я потом вам ее дал. То есть мне скормили ложную инфу. Я вам скормил ложную инфу. Но тут матч еще не обновили. Эти две игры уже сыграны. В общем, после того, как вот этот матч закончится, который сейчас идет, команда Vega сразу матч будет против японцев. А потом у команды Vega будет матч против Mega. То есть, получается, две игры еще у Vega остались. Они оба матча будут на красной стороне. Короче, Бразилия. Ребят, бразильский коллектив. INTZ eSports. Вот он. Общий их состав, который состоит, я говорил вам тут, из 20 почти игроков. Это и есть основа, которая сейчас приехала. С визами, может быть, и были какие-то проблемы, но не у основных игроков, у запасных. Именно этим составом они победили в плей-оффе. Именно эти ребята заслужили здесь быть. А не так, знаете, как это бывает иногда, что команда одна пробилась, приехала совершенно другая. И вот тебе и результат. Я это и на прошлом игровом дне говорил, но это потому, что меня кто-то в чатике обманул. Я фактурности у него не спрашивал. Факты меня особо не интересовали. Но, видите, был неправ. Надо было узнать более точную информацию. А оказывается, нас обманули с вами, ребят. Не было такого, что с визой была проблема у команды из Бразилии. Ну, у основных игроков, по крайней мере. Все пять игроков, которые победили, все пять игроков и приехали сюда. Тай сейчас будет выбивать, наверное, снова себе... О-о-о-о! Сонатарик! Бразильский сонатарик! Ну что ж, это, знаете, как бразильская порно звучит сразу. Ну, посмотрим, что там за бразильский сонатарик. Блин! Я просто не ожидал, что уже эти две команды пойдут в эту стратегию. И этого же не знала и не ожидала команда Мега. Они забанили просто Моргану, Риксай, там, Лебланку. Обычные такие баны. Лебланку тут все у Энви банят. Видимо, это лучший его чемпион. И МГшники решают, почему бы нам не пойти в кендредку с трэшом. Ну, это, скорее всего... Нет, кендредка трэш, возможно, потом добавится. Но пока они берут просто Калисту. Ну, и тут, конечно же, сразу появляется Сона. К этой Соне, скорее всего, добавится какой-нибудь ротационный медлейнер. Медлейнер, который может бегать по карте. Очень хорошо сюда на Утилус заходит какой-нибудь. Но они пока берут просто Хикарима для дополнительного ускорения скорости передвижения. И потенциальный теперь Зиллиан светит на медлейне. Еще от команды INTZ. Теперь добирается сюда трэш, пока его не забанили. И вот что еще интересно у команды МГ. Есть маленький такой аутик, очень приятный. Этот аутик я бы назвал... Можно брать сейчас усиление самим первым для своей кендредки. Эта кендредка вполне может справиться с этим Сона Тариком. Но поглядим. Так-то пока идея заключается в том, чтобы убить Сона Тарика на линии. С кендредкой это делать будет тоже довольно просто. Но если переживет Сона Тарик все потенциальные убийства, то приплывут. Минус Азира делают им. Потому что Азир самый любимый чемпион у G4. Судя по всему, он только на нем играет. Он уже три раза из четырех игр его брал. И Ари была забанена от Энви. Энви, кстати, третий раз уже тоже получает идентичные баны. Типа Ари или Бланка. Видимо, это его любимые чемпионы. Но теперь уже поздно это все запоминать. Это надо было, к этому точнее, надо было готовиться к команде Vega Squadron. Хотя они, кстати, таких банов даже не делали. Они Лебланка ему банили во второй стадии. И Синдро вроде тоже забанили сегодня во второй стадии. Ну, это потому что просто неприятные были. Кеннон. Кеннон. А Владимира кто будет банить? Ну, а Энтези уверены, что с Владимиром справится. Хикарем можно по этому поводу, как говорится, особо не переживать. Но Райс. Этот мне чемпион вообще не нравится. Ну, то есть, как бы... Мне кажется, идти в лейтгейм против Сону Тарика, это самоубийство изначально. Вы должны пытаться победить их с самого начала игры. И без шансов для... Но, не, ну это забейте. И чтобы там сейчас не взяла команда МДЖ, они проиграли партию. И вот, серьезно. По банам пикам их уничтожили. Ну, может, сейчас что-то, чего я не знаю, Дариус какой-нибудь. Там нужно победить Хикарима на топе сейчас. Причем победить так, чтобы он не мог вернуться в игру. Нет. Нет. Я только вам про Владимира сказал, что он не будет работать, и они взяли Владимира. Ладно, приплыли, короче. Маутен-гиганты эти. Слонники приплыли, ребят. Мне кажется... Кстати, а вы замечали, что они синий слоник? Ой, боже мой. Я даже не замечал. А ведь они, ребят, синий слоник. Не зеленый. А были бы зеленым слоником. Вообще было бы идеально. Правда? Ну ладно. Хикарим, Скарнер и Релли. Это АД урон и три брузера. Команда АНТЗ. Магический урон будет исходить из Тарика. Но не так много его идеи. Это просто усилить этих трех инициаторов. И также есть Сона. С тонны магического урона. Потому что она будет идти в Абилити Пауэр. Кто не знает, у Соны шикарные приросты по Абилити Пауэр. Теоретически многие даже игроки играют ее в Абилити Пауэр. Просто саппорта. Ну там один предмет какой-нибудь берут. Саппортерский. И все равно наносит очень много урона. Братишка, я тебе тут покушать принес. Да. Именно так оно и есть. Ну и по банным пикам, мне кажется, разгромлена была сейчас команда Мега. Я вижу у них ленинг фазу. Ну более-менее неплохую. И это все, что у них есть. Ленинг фаза и все. А дальше начинается игра команды бразильской. Хотел сказать японской, потому что Сону Тарик, они как раз исполняли первые. Калдрога тренер. Синие слоники против бразильцев-антизишников. Я буду болеть за бразильцев сейчас, просто потому что я сам их ставил выше в рейтинге здесь, нежели команду Мега. Я Мегу ставил на последнее место со счетом 1-5-0-6. Ну и вот хотелось бы, чтобы они стали 1-5. И тогда как бы это совпало бы с моей статистикой, которую я выдал. Ну и приятно то, что все равно будет решаться в матче Вега-Япония все. Гораздо хуже было бы, если бы Вега следующий матч играла с Мегой, одержали бы победу. А японцы, допустим, бы проиграли бразильцам потом, ну так гипотетически. И тогда бы у нас неинтересная игра была последняя Вега-Сквадрон против японцев. А так Вега-Сквадрон с японцами будет играть на полную катушку. А после той победы, либо поражения против японцев у Вега будет, ну, почти всегда матч нужный еще. Они на вардах стоят, они не знают. И еще и соло золото отдали Ллойду. А что они не втроем-то залезли в него? За эту штуку, у которой скардинские кристаллы, можно зарабатывать золото для всей команды. Все трое, пятеро, сколько угодно игроков туда может встать. И вы заработаете золото. А вот интересно, если еще враги встанут туда, что будет происходить? Да ничего не будет происходить. Не надо, тут 5-1, Вега все выиграет. Так при чем здесь Вега? Я говорю про команду Мега, что я ставил Мегу 1-5. Одна победа, пять поражений. Следовательно, они должны проиграть. И Вега тоже, и сегодня проиграть сейчас бразильцам. Ну что ж, давайте опять вспомним про Сону Тарика, опять поговорим про это. Воскресательный знак Сода не сработает, потому что я команду в чате так и не поставил. Но если кому-то из моих модераторов не лень, он может найти вам это видео и сбросить. Есть целое видео, посвященное стратегии Сона Тарик. А кому интересно, там вот как раз все рассказано, как и делается. А так эта команда чата была на Твиче. Твиче? Ладно, мы вернем Твич. Мы отстоим наш Твич. Снова. Райс Синий купил Синий Кристалл. Владимир Красный купил Красный Кристалл. Да. А Трэш Идиот купил себе Желтый Голдер. Да нет, на самом деле он Желтый Голдер должен брать. Просто раньше Трэши играли через Зеленый Голдер. Но потом его занерфили. Потом Трэшу не дали возможность нормально ласхитить через него. И Трэш такой, да ну нафиг вас. И начал играть через Желтый Голдер. Окончательно. Лайник Фаза. Полностью должна уходить за командой МГ. Где-то 60% я дам им. Хотя подождите. 60% многовато. Не, не, многовато. 55% тут не полностью. Тут все же Ирели с Владимиром это нормально. А вот Райс с Хикаримом не очень хорошо для них. Если бы наоборот стояли чемпионы. Наверное было бы получше. Товердайв. Джи Джуна не очень удачный. Этот план был на товердайв левел 3. Но Хукам не попал ПОП. И после того, как он промахнулся своим заклинанием. Он не начал танковать вышку. И из-за этого еще и Афтершок не смог прокнуть. Поднимает и души, и золото одновременно. Не, ну. Желтый Голдер-то ему берут не из-за этого. Так-то ему лучше ХП брать. Просто желтый Голдер был сам по себе усилен. А зеленый был ослаблен. И в тот момент как раз это все произошло. И все трэши смирились с этим и перешли на этот Голдер. Ой, Джи Джун никого еще не заласхитил. Он запорол, конечно, скрипов там для Скарнера. Но это все ерунда. Снова выходит Джи Джун. ПОП наконец-то попадает. Флэш-хук. Нет, мимо. Флэш-ешку он дал, а хук потом мимо. Рэдберт отфлэшился от этого заклинания. Счет 0-0. И давайте теперь вернемся снова к Сону Тарику и расскажем, как это работает. Два зеленых Голдера. Они берут... Зеленых. Два просто Голдера. Теперь уже зеленые будут у меня в голове звучать. Два обычных Голдера берут у нас бразильцы на бот-лейн. Приходит сюда сейчас Карлин Антутвард. Стоит, он просто хочет помочь своим ребятам подпушить линию, чтобы они ушли на рекол. Сона играется у нас с Клиптомантией. И Тарик играется у нас с Гардианом. Идея заключается в том, что Сона берет вторую ветку чаще. Кстати, зеленую. Здесь почему-то она взяла с экономической веткой синюю. Это ошибка. В зеленой ветке она должна была взять усиление своего отхила. А Тарик изначально берет усиленный отхил и берет себе экономическую ветку, чтобы у него не было проблем с маной на линии. Тарик покупает себе зеленый Голдер и начинает ласхитить крипов сам, в одиночку. Сона в этот момент не тратит автоатаки по крипам, а все это время тратит автоатаки и заклинания по противнику. И с Клиптомантией зарабатывает много золота. Как только Сона добирается до полного своего Голдера, в этот момент Тарик и перестает фармиться. То есть Тарик отключает этот фарминг и начинает заниматься обычными саппортерскими делами. А Сона начинает ласхитить. Двойная идея здесь получается в том, что, во-первых, вы шарите золото, так как Тарик, когда ласхитит крипов, он еще дает Соне золото. Сами знаете. То есть вы будете просто перейти по золоту от противника. Так еще и настакивающиеся шатдауны, они работают. Ой, у нас G4 проблема, его станет. Еще дальше стан, Игнает. Он под Игнаетом подходит под POP фонарь и спасается. Ильеви прыгает, пытается его добить. Не получается, но Шене все же с флаша его добивает. И Джи-Джун, скорее всего, Шенника убьет. Шене бежит сюда. Будет пытаться настакивать свою копию. Нет-нет-нет-нет-нет. Убегает Кристалл. И нам надо бежать. Как-то под вышкой отдаваться, но уже не успеет, потому что Джи-Джун его должен будет догнать. Выпускает собаку. Собака укусила. Все. Собака убивака. Скарнер отдает стак для Джи-Джуна. Так вот. Что у нас произошло? Попытка была загангать медлайнера. Она вроде даже увенчалась успехом. Но, к сожалению, для команды из Бразилии было слишком много крипов. Следовательно, еще и с крипами проблема оказалась для Релли. Так еще и успели сюда сместиться Трэш и Калиста и заработать убийство на бедненьких ребятах, которые убили этого Владимира. Еще раз здесь выходит на Эви. Но он уже был шестого уровня. Дает по Джи-Джуну ульту. И тот сразу же отходит в сторону. Говорит, не-не-не. В таких, мол, условиях мы воевать и работать не будем. Про линию все еще в Ботлайне пытаюсь вам дорассказать. То, что на шатдауны будет зарабатывать чаще команда оппонентов из-за того, что у вас два игрока типа не лосхители крипов. Ну, так будет просто учитывать игра сама, что они не лосхители крипов, что они саппорты. Из-за этого вы будете, если против вас играет Сона Старик, вы будете чаще попадать в шатдауны. Ну, это уже в меньшей степени как бонус. Но тоже бонусик приятненький. Хоть один раз вы там 150 дополнительных золота снимете с противника. За убийство имеется в виду. Ну и сама по себе Сона Старик дальше. Просто неубиваемая комбинация. Один саппорт дает станы и бессмертие. Второй саппорт дает замедление, понижение урона и отхил. Ну и плюс тоже есть стан, если что. А Де Керри, ну, обычно тогда главная проблема. А где же А Де Керри? Откуда взять АД урон? Он же нужен. А Де Урон они берут на мидлейн, топлейн и лес. Именно так вот и сделала у нас команда INTZ. Все три чемпиона наносят очень много физического урона. Иногда бывает просто идут в наглую через какую-нибудь кендретку в лес. И тогда... Я сказал Каллиста, да, говорил с ребят. Кендретка, конечно же. Я просто сейчас вспомнил, что я Каллиста тогда сказал. А кендретка в лесу и вот тебе и ваш АДшный урон чистый. Ну, а можно играть просто через топпера того же самого Хикарима, который в 2D предмета уйдет. Либо еще какого-нибудь взять там клет. Помните, тоже АДшник очень сильный. Дариус. Главная проблема обычно у этого сетапа это отстоять ленингфазу. Потому что на ленингфазе вас могут просто помучить и не дать добраться до предметов даже первых. Ну и может еще не ввести скриптомайнс. Плюс, конечно же... Ну тут у нас попытка, но ульта уже появилась у Лайда. Он вытаскивает ПОП. Помните, он оставался один на один на линии с противником. ПОП тогда ходил наверх. И Калиста в этот момент заработал себе шестой уровень. Следующая игра будет Вега. Да, следующая игра будет Вега. Сейчас у нас еще... И самая важная будет игра у Веги. Именно следующая. Сейчас у нас играет два аутсайдера, которые уже вылетели с чемпионата. Ну, просто посмотреть на общий уровень игры неплохо. Могу отметить, что... Заранее уже. Мне никто не нравится из этих двух команд. И они мне настолько не нравятся, что я там ниже шести баллов даже бы оценки поставил. Наверное, я бы отметил неплохую игру Envy. Не в этой игре, а вообще вот Envy неплохо отыгрывает у команды INTZ. Да, больше некого. Я так сейчас начал вспоминать, что там Тай делал, чем Шинни занимался. Майлз и Рэдберт. Это просто ужасные ребята. А у команды MG любопытно, но мне кажется, очень много делает P.O.P. А вот все остальные игроки, их я тоже как-то не вижу. Джи Джун вот в этой партии хорош, но вспоминая другие как-то матчи, Джи Джуна мы с вами вообще не видели. И там даже выигрышные матчапы были. Там у него был матчап. Рик Сай против Лисина он победить не смог. Он просто походил по лесу, побегал. Рокки тоже практически не видим в партиях. Джи Четыре, это, по-моему, худший их игрок. Ну, так выглядит, по крайней мере, на этой международной сцене. Ну, бывает. Все равно же кто-то есть худший, кто-то лучше. А что за прикол показывать стратегии на более сильных коллективах и попадаться с ними за выход в основную стадию? Не понял особо, что ты имеешь в виду. В смысле, пока кто... Во-первых, кому ты это говоришь? Про кого ты говоришь, имеется в виду. Команда бразильская, то, что они показывали одни стратегии, а сейчас играют другие. Но они решили попробовать. Все равно турнир для них уже закончился. Сону Тарика они на этом чемпионате не играли и решили попробовать. А вдруг получится. А если про команду Вегас Квадрон, так они в каждый матч играли разные стратегии. У них реально 4 игры, 4 разных стратегии было сыграно. Но одно можно только заметить или пометить уже под ними. Они всегда играют 3-1-1. У них не было еще 4-1 ни разу и не было 3-2 комбинации ни разу. Так что если видеть, что Вегас Квадрон берет себе трех чемпионов якобы для 3-2 комбинации, можно ожидать, что они будут все равно выбивать 3-1-1 себе. Не, ну типа уже можно было пройти и не показывать стратегии. А у нас Twitch временно забанен. Там, я смотрю, три человека уже задали этот вопрос. Вот очередные люди, которые не в курсе. Twitch временно забанен. И разбанен будет 25 мая. Либо раньше, если апелляция пройдет. Но если не пройдет апелляция до 25 мая, до сети, тогда будет великое возвращение на Twitch. Вега какой еще? Четыре победы, ноль поражений пока что в своей группе. Кто, на твой взгляд, в сборной второй группы? Пока в сборную еще не могу сказать. Но, скорее всего, это будут часть японских игроков и часть Вега игроков. И вот только вопрос, в полном ли составе. Потому что, мне кажется, Цироса я бы поставил как лучшего медленера этой группы B. Извините, мы килом килл пропустили. Это Райза поймала Скарнер. Просто через ульту у Райза не было. Клинца, хотя Клинца не помогает. Чуть-чуть сказала, извините. Нам Клинца не помогает против Скарнера ульты. Там suppression набрасывается. И все. Великая с Блэк Джеком. Нет, если так мы сделаем Великой, то он нам тут же его снова забанит. Не-не. Будет Великое Возвращение. У нас будет реформат. Мы не будем вообще ничего говорить. У нас максимальное оскорбление будет это собачки и лисички. Это будет максимальное оскорбление любого человека, любого игрока. Это максимальное оскорбление, которое я планирую. За этот месяц нам нужно зареформиться. И вроде пока все идет неплохо. Потому что единственные матные слова, которые максимально у меня появляются, это относительно того, что у меня что-то не получилось. И я сам на себя поругался. А это можно. Как ни странно. Можно себя называть как хочешь, ребят. Это почему-то не оскорбляет чувства верующих. Чек, объясните, что сборная разве не целая, команда выходит. Не, ну он имеет в виду, как я делал анализ группы А. Что я поставил группе А. Двух игроков команды Фенер Бахче в сборную группы А. И трех игроков команды как раз таки Фонгву Буффало. Ну и в общем-то мы оказались правы. И три игрока оказались сильнее двух игроков. Символическая просто сборная, да, из команд. Но пока вот выглядит, если следующая игра окажется такой же, как мы заметили, то у японцев очень сильный топпер, очень сильный мидер. Но я бы только мидер пока поставил. Потому что у нас босс тоже играет хорошо. Вот посмотрим на их очную встречу еще раз. Просто в прошлый раз команда Вегас Квадрон застомпила, там даже не почувствовал, знаете, как говорится. Можно. В том-то и смех, да, что себя можно называть им. Хорошая ульта, цепляется, стан, пытается киндредка подойти, дает ульту на просто писечке, достает до G4. Шинни, скорее всего, здесь умирает. Нет, он Жоню нажимает и прилетает сюда на телепорте. Хикарим, который дает ульту, сразу же срезает киндредку. Пи-опи, попадает под стан, кидает хук и не достает до Несарима. Тебе самому, кстати, как новый саппорт. Есть видео на эту тему, восклицательный знак Юми, хотя, по-моему, у меня команда там не прописана. 3-3 счет. У нас проблема небольшая у Ллойда. Он попадет под несколько CC эффектов. Да, первый CC эффект. Дальше за счет Хилла убегает. А в этот момент Энви умирает 1 на 1, а G4 отдают дабл баф назад. Только получил дабл баф, чтобы его тут же отдать назад. G4, видимо, с флэша в него ворвался, кинул Игнает. И на этом все для него завершилось. Босс пока как-то слабо играет, как по мне. Ну, боссу и сыграть-то не дали, если так задуматься. Стиль 3-1-1 подразумевает, что ты просто АФК сплитпушишь, так что, понимаете, да? У нас здесь Шинни отпушивает большой пак крипов. G4 опасен сейчас, на самом деле. И команда Мега. Вроде только что проиграли сражение, но тут же отыгрывают сразу несколько себе объектов. Заданали крипов для РЛ, забирают Геральтку, поддавливают Мидлейн, и на боте, как видите, по фарму у нас равенство. Следовательно, далеко вперед не вышли они. Выход, Шинни. А, да, да, это повтор, повтор, прошу прощения. Это вот как раз-таки тот момент, где он с флэша ворвался, но Джи Джун успевает подойти и поставить ульту на спасение Владимира. И Владимир под этой ультой довольно действительно бессмертным выглядит. И Хикарим хорошо, что далеко не залез. А вот это сейчас мы увидим с вами. Ты прыжок Энви, он потратил W просто так, и, видимо, сейчас Таном промахнется. Да, да, именно так и произошло. Он с Таном не попал, с флэша Джи 4 его добил. На РЛ он неплохо играл. Не, ну, я говорю, символическая сборная пока выглядит как 4 игрока Вега, и, скорее всего, Цероса я на мид поставлю. Это, ну, именно символическая сборная. Это не означает, что наш мид лейнер играет намного хуже. Это просто означает, что, мне кажется, Церос реально смурфит в этом пока чемпионате. Он реально опасный парень. Хотя, вроде, все побаиваются туплейнера японского, банят ему чемпионов, а в реальности все матчи, которые японцы выиграли, выиграл Церос в одиночку чуть ли не. Там прото-ремень был четкий от Владимира. Да-да-да, он там рывочек сделал, он с флэша прыгнул вперед, а потом за прото-ремень увернулся от стана. Инициация от Рэшан не очень хорошая. В стан он, правда, тоже не попадает. Рэдберт тормозит с ультой. Очень поздно ее бы нажимал, но он решил просто отфлэшиться, отступить, а тут Джи Джун думал дальше пойти. Не волнуйтесь за команду Айн Тези. Я процентики называл в этой игре или нет, даже не помню. Вроде называл, но если не называл, могу повторить еще раз. У Мега начало игры очень слабое. Извините, у бразильцев начало игры слабое, считается 55% за командой Мега. А вот дальше начинается вот это вот давление. 55% уже за бразильцами и 60% за бразильцами Лэй Де Гейм. Заберут Хеймера у них опять, и те в осадок уйдут. Ну, поглядим, как произойдет. Ну, леник фаза вроде закончилась, но Мега, видите, все, оно продолжает давить. А Айн Тези пока все еще не перехватили инициативу в этой партии. Надо бы им начинать уже группиться Тарику с Соной вместе с командой, потому что троица их начинает проигрывать. Они, правда, там сейчас убийство совершили, но за это, видите, потеряли больше вышек на ботлайне. А еще и дракона потеряли. Это уже три дракона. И вот такая именно ситуация уже становится неприятной. Более того, сейчас будет Рэдберта ловить. Хук от P.O.P. Хук мимо не попал. Ну, знаете, что интересно? Возможно, даже это будет неправильно сказано, но мне кажется, в группе B нет таких ярко выраженных игроков совсем лузеров. Вот мы когда смотрели группу А, я там прям видел, вот совсем, вот вообще ребята такие прям ядреные и не очень, скажем прямо. Помните, там три балла Мимику поставил, это туплейнер из команды Бомберс, хотя Бомберсы сами играли неплохо. Там два балла, а Ван Энджелу и Слоу поставил. Оди, Лесник, там три балла я ему поставил. Ну, то есть это такие тоже стримерские оценки, но вы понимаете, к чему я веду. То, что были явные такие вот прям совсем вот этих игроков точно. Приезжайте домой и сразу меняйте, если есть такая возможность. Просто меняйте и все. Иначе на международной сцене делать нечего. Да, я уверен, что эти ребята даже на своей сцене-то не показывают хорошие результаты. То есть здесь я смотрю и понимаю, что, ну, по очереди каждый проигрывает вот из этих двух команд. Это же явно два аутсайдера. И я не могу сказать, что вот все. Мега постоянно проигрывает, потому что Джи Джун там ничего не делает. Мега проигрывает, потому что G4 плохо играет. Нет, G4 плохо сыграл на Иреле. Но на Владимире сейчас хорош. И другая игра у него тоже была хорошая. Там на Наутилусе, по-моему, он бегал. То есть у Мега нет такого яркого плохого игрока. И Энви здесь ловят. Скарник, конечно, одного игрока утащит. Правда, далеко он под вышку утащить не сможет. Но все равно застанил Джи Джун вынужден нажимать ульту. Пойдет ли Рэдберт со своего стана сюда влетать? Нет, не идет. Отступает команда Мега. Вышку они добивать не будут. Но килл заработали, как говорится, и отошли. Нормально их это устраивает. Ну и то же самое касается бразильского коллектива. Наверное, вот плохо я бы сказал про Майлза. Вот он единственный очень слабый у них игрок. Майлз. Но опять же, ботлайн надо всегда оценивать вдвоем. То есть Рэдберт, видимо, там тоже не доигрывает сильно. Это единственное, что мне в глаза попадалось. Им можно вот по три балла поставить. Но они все равно, мне кажется, лучше играют, чем играл Варенджелес со словом. Это поразительно, потому что вроде это ребята чистые бразильцы, а те азиаты даже. Варенджелес и Слоу. Или нет, подождите. Слоу был азиатом вроде, да? Что-то я забыл. Слоу был азиатом? Это из Росгеймик. Не-не, тут они все тоже были, латиносы. Так что да, это вполне... Это даже и логично, почему они слабее. Варенджелес и Слоу. Ну, это же тоже латиносы. Тоже латинская Америка. Чилийцы там были или что-то в этом роде. 4-5 пока он на счет, плюс 500 золота. Преимущество у Мега. Но они, так знаете, хорошо закрепились в этой партии. Я знаю примерно силу Соны Тарик. И понимаю, что рано еще списывается счетов в команду из Бразилии. Но пока неприятная ситуация. Хорошая ловля здесь. Но вот это проблема. И сейчас у Энви есть еще врыв. Флэш ульта мимо. Но Хикарим подходит. Хикарим подлезает под эту ульту. Но рановато было, конечно, ульта Тарика дана. Но это минус две вышки. Продавить сейчас эту вышку будет проще простого. И вторую тоже, потому что там очень битые игроки. Давить, давить и давить. Народ МГ это русский... Почему? Чего отступают-то? Ооо, недоигрывают бразильцы. У них был сейчас... Ааа, это не недоигрывают. Они на Нашора решили сместиться. Но не уверены, что на Нашора стоит брать такой ситуации, конечно. Просто выбили ворды. Просто вот когда они так вот собираются. Сона плюс Тарик. И команда рядом с ними оказывается. Это реально монстр комбо уже идет неостановимо. Пока у Сона не кончится мана. Заполкать их невозможно. Ворваться в них невозможно. И в таком духе продолжается. А так, видите, они не допушили. В итоге сами среколизм все равно потеряли вышку. А могли сломать вышку Тир-2 оппонентам. Точно так же среколизм. И потерять вышку точно так же на мидлейне. Только было бы по темпу чуть позже. Ну, поглядим. Английские комментаторы, да, там говорят, что непонятно, как играть против команды. Против команды INTZ. Потому что тут есть Скарнер, который может просто ворваться и вот так вот вытащить игрока. И если что, еще и Хикари может влететь у вас. И тоже убить сразу игрока. Ну, а сейчас флэша нет у Каллиста. Это тоже под проблемой будет. Единственное, вот то, что Трэш может агрессивно идти в атаку. Потому что его, если что, вытащит всегда Каллиста. Правда, сейчас у Каллиста нет ничего. А Тай где-то потерял здоровье, непонятно. Скарнер ускорился. Хикарем делает в рейв. Ллойд у нас уходит в QSS. Остается пока еще в живых. Его спасает ультой Джи-Джунг. Сражение идет. И сейчас Райс будет подходить. Райс начинает свой прокат. Надо как-то по Райзу провести фокус. Пока некому из команды Антизи туда влетать. Они просто отступают. Решают не воевать. Но Майлз разворачивается просто, чтобы замедлить противников. 7-5 счет. Они убили двух игроков. Отступили. Не забрали дракона. Но не страшно для команды Антизи. Они начинают камбэкать потихоньку. И показывают нам, насколько сильнее у них сетап. Начиная вот с этого мидгейма. И заканчивая лейтом будет и дальше. Аут и команда МДЖ это вот такая кендрэдкина ульта, которая спасет на последних ХП игрока. После этого туда забегают Райс и начинает своим прокастом работать. А по Райзу, мол, уже фокуса некому будет провести. Потому что Райз... Почти всех же будет приходить сражение. Ну и все будут игроки уже с потерянным здоровьем после кендрэдкина ульты. Ну это такая, знаете, теория крафта, где Мега может набрать себе... Щека говорит спасибо. Пытался втихаря забрать дракона. Видите, Рокки не получилась. Он, кстати, его сам запорол. Он мог его забрать. Там осталось уже тысяча здоровья. Он его выпулил слишком далеко. Дракон развернулся и пошел восстанавливать здоровье. Объясни мне, как Номанс в игре с Мега перефармил G4 на 80 скрипов. Ну, G4 плохо играет. Я его ставлю довольно низко по рейтингу. Он, наверное, худший мидлейнер среди всех вот в этой группе. Но он не худший пока что на этом чемпионате. Ну, точнее, уже на этом чемпионате. Потому что он явно... Если ты худший в Wildcard регионе... Ой, шикарная ульта Асоне. Майлз, знаете, оценочку себе набирает. Хикарим еще дает. Ну все, приплыли. Рокки дает ульту просто для спасения. Можно идти на Нашора, можно идти куда угодно. К сожалению для команды Мега, эта партия была проиграна на банных пиках. И проблем была Райз. Нельзя было брать Райза. Вот серьезно. Это вообще никуда. Когда вы видите Сону Тарика, у вас есть два варианта. Либо вы берете еще более сильный лейтгейм, чем у них. Всяких там кагмавов придумываете себе. Фьор сплитпушующих. Джаксов. Либо вы берете жесткий эрлигейм. Они начали делать эрлигейм. Взяли себе Калисту, взяли себе Кендредку, Трэша. Все. Нормальная комбинация. Ну так добирайте двух АПшников, которые в эрлигейме будут тащить. Ну если хотите АПшника, можно АДшника, не имеет значения. А они такие, давайте возьмем Райза, будем им фармиться до 35 минуты. А еще Владимира возьмем, потому что он просто Владимир. Как бы, что нет-то? Будем в Жоне уходить ими, а потом как-то победим. Не-не, так это не работает. И сейчас они просто дошли уже до той стадии, где... Ну тут, конечно, ошибка была... Калисты ужасная. Ой, Калисты Кендредки ужасные. Она не должна была фейс-чекать вместе с Трэшом эти кусты. Опять я их спутал. Калисту с Кендредкой. Ну хоть раз размочили бразильца. Ну да. Можно спокойно собирать чемоданы. Так они все собирают уже чемоданы. Тренера, я уверен, уже ушли и собирают чемоданы для двух этих команд. Что у нас там по дракону? О-о-о-о, это интересно. Еще один Инфернал. Теоретически, мега отыграв этого Инфернала, в лейтгейме заимеет уже неплохого Райза, неплохого Владимира. Ну, просто сами по себе они в лейтгейме-то тоже неплохие. И, возможно, с двумя этими Инферналами как-то выправить эту ситуацию. Сейчас-то они отстают всего 4 тысячи, но это надо еще Инфернала урвать себе этого. А что часто делать, как говорится, пока у них чемпионы еще без урона? Там до Рободона еще как до Луны, G4. Райза вообще еще до предметов не добраться. Он Риколец, у него почти собран уже войт-став. А там нужно собирать войт-став, потому что весь передний фланг, да и тот же самый Тарик, они все в Магре за себя набрали. Хикарим так нагло бегает. Кстати, такое впечатление, что сейчас Рокки убьет. Ну, там Рокки просто от крипов получал урона. Смещается команда бразильская на топ-лайн, но они так не хотят это делать, потому что им комбинация-то нужно играть вместе. То, что Хикарим сейчас находится черт знает где, их это смущает. Но Хикарим уходит на Рикол, и с Рикола на телепортации прилетает сюда с Истераком уже. О, это интересно. Райза, видите, он просто сделал телепортацию, чтобы подпушить линию, а сам идет ближе к своей команде, потому что он понимает, что далеко ему отходить нельзя. От своей команды он побаивается того, что может комбинация 4 на 4, 4-1, 4-1, ну, то есть здесь обе команды сейчас 4-1 играют, может не сработать, поэтому он подпушивает, и если что, всегда прибежит. На шорт баф еще 30 секунд будет висеть, но не сломает эту вышку, скорее всего. Отступает команда INTZ к Хикариму, и вот здесь вот они будут уже заходить наверх. О, проказ пропустила у нас Суана, неприятненько. У Суана нет еще никакого магической защиты предмета, она Банши будет собирать одним из последующих предметов. Обычно Суана дальше делает Рободона, потом Банши, и его став последним предметом. Ну, поглядим, как она будет в этой игре играть. Может быть, Спеллбиндер даже сделает для дополнительной скорости. Сейчас она отрегенила себе здоровье, перемещает сюда флэш-хук. Ой, как цепанули. И это прощание с Райзом, ребят. Прощание славянки ему надо было включить. Он не дожил. И Тарик дает свою ульту. Скарнер не успевает залезть в эту ульту. Джи-Джун дает свою ульту. Слишком поздно для Скарнера. Но он даже Калисто этим спасти не смог. Там Владимир еще какое-то время пожил, но только для того, чтобы его потом убить. Все это время подвижкой стояла. Команда бразильская. Они просто Тарик ульту использовали по максимуму, потом Сона. И это, ребят, победа команды из Бразилии. Есть шанс, что Вега пройдет флэш-вульф. Шансы есть всегда. И я говорю, надо, походу, видео делать. Ой, не видео, а статью делать. Хочу, чтобы Вега это прочитала. Хотя, к сожалению, у меня про команду флэш-вульф новую, мало информации. Я даже про GRX гораздо больше знал. Не, ну так-то разобраться в команде флэш-вульф несложно. Там сесть полчаса, посмотреть их, проанализировать весь состав. Это несложно. Но прочитает ли Вега? Или они точно так же, задрав нос, как команда Гамбит, скажут, какой-то бездар что-то там пишет. Ой. Этот ой, вы поняли, к чему он был адресом. Ну что же, ребят, считайте, неплохое выступление бразильцев было на этом чемпионате. У них будет еще одна игра против Японии. Тоже ничего не значащая. И, возможно, уже ничего не значащая тоже эта игра будет для Японии. И погляди. Если японцы сегодня победят Вега-Сквадрон, то японцы будут, как говорится, рвать свои кимоно в матче против Бразилии. Ну а если нет, то просто посидят и так. Так, напиши сразу Инвид. Так я вроде и написал сразу Атерманису. Атерманису. Называйте его, как хотите. Атерманису, короче. Я ему вроде написал. Он говорит, спасибо, сколько людей, столько и мнений. Мы-то обязательно... Бла-бла-бла. Обязательно. Бла-бла-бла. Настолько было обязательно, что в итоге облизательно оказалось. Ладно, идем на перерыв. Вега-Сквадрон сразу после перерыва будет играть против японской сборной. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.